Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на своём канале. И мы сейчас будем продолжать работу над образом Святого Николы, который мы делаем на бумаге в учебных целях. И я понимаю, что многие могут меня сейчас за это осуждать, но мы ещё поговорим на эту тему. И я вам расскажу очень много интересных вещей, которые вам облегчат обучение иконописи, и темперной живописи вообще в целом. А сейчас мы будем делать следующий процесс, который связан у нас с высветлениями. Вот. И для этого я просто взяла охру светлую и белила. Развела. И вот я вам показываю... Я вам показываю, как можно делать такие нежные переходы с помощью просто вот таких, как бы, штрешочков. Вот. То есть это такие приёмы у нас. Для этого мы краску ложим так вот аккуратненько. И как бы это пятнышко с помощью штрихов растягиваем на нет. Для этого ещё мы сделаем себе такую пометочку. Это где у нас основной источник света, и он у нас будет где-то вот сверху. Слева, например. Поэтому вот здесь у нас такая морщинка на лбу. мы будем делать растяжку слева и направо, как бы. Понимаете? То есть вот в эту сторону. Здесь опять мы берём и растягиваем с левой стороны в правую сторону. То есть я вот набрала красочки и потом вот так вот её аккуратно штрихую. Я сегодня ещё буду для вас снимать видео продолжение, как мы работаем над таким же изображением, только натуральной темперой. то есть краска с применением и яичной эмульсии. То же самое, пока у нас как бы рука вверху, чтобы не пачкать потом вниз, мы то же самое делаем с прядями волос. Вообще, я хочу вам сказать такую новость. Возможно, кого-то это заинтересует, что я готовлю курс по темперной живописи. Но он будет, скорее всего, не на этом канале. А я буду делать специальный канал, где у меня будут курсы по рисованию и разным техникам. Но у меня как бы ещё концепция совсем, вернее, концепция не совсем сложилась. сложилась вот. пока вот я вам делаю такое как бы небольшое объявление, если вам интересно, следите за моим каналом, потому что это очень объёмный будет курс и он рассчитан на самостоятельное образование вас как художника. Но если вы даже хотите заниматься иконописанием, я также это очень рекомендую, потому что это будет так или иначе связано с иконописи, потому что, как мы знаем, темпера это темпера, она тесно связана с иконописью именно в традиционном смысле, но есть много таких вещей, которые мы можем использовать просто вот как бы в живописи. И обратите внимание, сейчас я делаю, продолжаю делать такие вот складочки на лбу, морщинки, и я представляю вот этот источник света, и у нас получается такой рельеф небольшой, как бы то, что у нас лепит форму. Понимаете, это мы будем потом разбирать говорить о том, что очень важно нам знать для того, чтобы получить объем, потому что я просмотрела много различных мастер-классов и прочитала как бы некоторые объявления по курсам темперной живописи. И я хочу немножко по-другому подойти к этому вопросу, потому что мне бы хотелось, чтобы вы более углубленно посмотрели на эту технику и поняли, что все-таки в иконе тоже важно знать многое из того, что знают профессиональные художники. и я собираюсь на образцах древней иконописи показать вам эти знания. Вот, обратите внимание, что очень многие, когда пишут икону, этот свет, основной свет и потом движки белые, они кладут вот здесь рядом с бровью. Но это очень неправильно в каком-то смысле. И почему так, мы с вами также обсудим немножко позже, потому что это нужно мне снять видео немножко в другом формате. Именно как бы мне для этого нужно снять видео в формате рисования рисунка, понимаете? вот и еще на что мы будем обращать внимание, что поскольку у нас к нам ближе и выпуклей будет вот эта часть лба, то здесь у нас также вот эта растяжка света будет сильнее. Понимаете, я хочу сказать, что у вас не получится сразу достичь каких-то особых больших результатов, если у вас не будет навыка. А навык это время, поэтому нужно себя как бы подготовить к тому, что вам придется потратить время, если вы хотите достичь каких-то результатов. Сама иконопись и темперная живопись в целом это довольно-таки кропотливый труд. и здесь нужно дать себе время и вместе с тем не заниматься какими-то самоистязаниями и вместе с тем видеть свои ошибки. как бы я понимаю, что это все довольно сложно, особенно если нет человека, который вам может в этом помочь. Но это тоже, кстати, очень интересная тема, которую мы еще будем обсуждать в моих видео. Я хочу сказать, что у меня формируется несколько каналов, некоторые как бы у меня еще просто в процессе разработки. Это будет отдельно по акварели канал по монотипии и по рисованию, и будет арт-центр, где будут курсы по разным техникам. вот сейчас я еще раз обращаю ваше внимание, что вот эта часть головы у нас немножко находится в таком ракурсе трехчетвертом, поэтому она больше заходит в тень, и мы здесь немножко меньше применяем высветлений. Вот. Мы будем параллельно лепить форму и светом, и тенью, но все происходит по очереди. Немножко работаем светом, потом еще поработаем санкирию, потом снова придется где-то что-то обобщить. Вот здесь можно сейчас немножко наметить светом века, но оно у нас потом будет еще приглушаться. Это просто, чтобы появился больший объем. Я хочу сказать, применяю довольно-таки сложную технику в каком-то смысле, потому что очень многие, я смотрю, делают это несколько приемов всего, и работа от этого многое теряет, она довольно плоской выглядит. Ну, это уже как бы на ваше усмотрение, потому что здесь, я понимаю, есть много различных факторов, которые влияют на то, как вы рисуете. И это ваш выбор. Вот нос тоже мы помним, что у нас источник освещения идет с одной стороны, поэтому вот здесь у нас будет света больше, потом у нас тут такая получается немножко впадинка на носу и снова здесь света больше. Возможно, где-то мы можем через время еще там что-то обобщить или притенить, то есть это у нас как бы процесс в работе такой, который не окончательный, поэтому все происходит немножко медленно и у нас получается опять мы смотрим, что вот здесь свет будет находиться в самом большом таком количестве и вот смотрите как я делаю я здесь делаю как бы такой условный треугольничек который потом растягиваю на скуле и если например не делать работу темперной поливенелоцетатной темперой не работает заливкой то здесь мы в основном имеем дело со штриховкой как бы условно я называю штриховку но это мазочки мелкие мазочки но при этом несмотря на то что это мазочки мы также можем и если мы работаем маленькой кистью мы штрихуем так же вот видите немножко ошиблась вот мы отсюда растягиваем опять то есть у нас должно быть логически все это обусловлено что каждая вот эта морщинка растягивается с одной стороны то есть не то что мы одну морщинку с этой стороны взяли а другую с другой нет потому что уже нарушится наша форма понимаете вот здесь у нас вот вот она так тоже сюда идет свет на нос потом вот здесь где у нас нижнее веко мы также берем немножко света потом мы еще будем это прикрывать охрой но здесь можно немножко вот так тоже пустить больше света то есть получается такой плавный переход понимаете не грубо вот мы рисуем так как часто это принято мы ищем вот эти все анатомические вещи то есть мы при этом используем стилизацию вот ноздря тоже свет у нас падает также сверху потом идет такая у нас растяжка если мы краски взяли больше мы можем немножко кисточкой это убрать нужно взять водичкой немножко смыть если нужно ну это как бы здесь не имеет очень такого то есть это не страшно потому что мы всегда можем исправить эта краска у нас легко перекрывается и в любой момент мы можем исправить наши ошибки то же самое мы делаем здесь и заметьте что здесь у нас уже тень немножко больше подает и мы так вот обобщенно тоже делаем растяжку светом вот и здесь уже мы будем делать растяжку не со стороны уха а так же вот как здесь с вот этой стороны то есть сверху сверху и вали вправо вернее извините вот и в принципе поливинило ацетатной темперой тоже можно делать очень красивые нежные плавные переходы вот и теперь здесь вот мы так же на усах делаем прядочки я сейчас вообще работаю без образца потому что у меня у меня сейчас нет образца я просто не помню где этот файл лежит даже поэтому уже так потом может быть найду и открою просто торопилась чтобы пока света больше сделать видео и здесь немножко отличается манера ведения работы от той которая будет у нас на изображении с применением натуральной темперы вечной эмульсии вот и здесь тоже видите я делаю такую растяжку отверху к низу так оно не совсем конечно сразу получается достичь желаемого эффекта потому что краска ложится как бы так не совсем так как хочется ну вот мы сейчас таким одним тоном прорабатываем все что у нас все что нам хочется проработать вернее все что у нас здесь есть не помню возможно там по-другому немножко завитки идут я буду достать образец ничего это не имеет такого большого значения можно и так сделать и так исправим если что то что то что что то У меня, конечно, получается немножко речь преревистая, но вы понимаете, что когда я рисую, я все-таки для того, чтобы у меня получилось хорошо, мне нужно немножко войти, скажем так, в себя, чтобы сосредоточиться, потому что, когда я говорю, у меня немножко, получается, не совсем, как бы, я не совсем сосредоточена на том, что я делаю, понимаете, вот, поэтому я прерываю свою речь, и, конечно, я понимаю, что это сейчас не очень, возможно, хорошо выглядит, но я не хочу делать сейчас такое видео, которое будет отдельно процесс, отдельно накладка голоса, потому что так я вам показываю непосредственно процесс работы, и вы можете понять с моих слов, какие-то бывают вот случайности, ошибки, вот как это исправить сразу, или что угодно может быть во время работы неожиданного, и я это буду также показывать, то есть я не буду это убирать с видео, если вдруг что-то, какая-то неудача произойдет, потому что у каждого это может быть, и вы таким образом также учитесь, вот мы проработали сейчас вот эту часть белилами, что мы можем еще сделать, пока мы дошли до низа, вверх у нас немножко просох, и я сейчас вот этим же цветом, которым прорабатывала все, я пройдусь по лбу, вот так вот, таким уже больше разведенным тоном, вот, где-то вот здесь, где мне нужно развести, я добавила воды, чтобы все получилось более мягко, и я прокрываю еще вот такими мазочками лоб, где-то, чтобы нам добавить вот объема и какие-то смягчить, возможно, там сгустки тона, который нам не нужен, то есть, видите, мы прорабатываем снова здесь немножко больше свет, даем света, где у нас падает свет вот с этой стороны, здесь все по-другому получается, скажу честно, я первый раз вот делаю икону вот такой поливинилоацетатной темперой, потому что я всегда работала с добавлением яичной эмульсии, поэтому я в каком-то смысле также вместе с вами сейчас учусь это делать, вот, хочу еще сказать, что немножко позже мы будем на нашем канале рассматривать и акриловую темперу, я все-таки акрил называю также темперой, хотя некоторые спорят с этим вот, в общем, пока вот так у нас получается может быть, я бы дала еще сюда добавила такую складочку, как бы морщинку, потому что чтобы приподнять вот скулу то есть, видите, нам нужно все-таки немножко быть знакомым и с пластической анатомией, чтобы как-то понимать с чем мы имеем дело, с какими частями лика, потому что это тоже наши знания, но они влияют вот, сейчас мы еще сделаем этой краской такую как бы лессировку по одеждам, которые у нас будут потом белые, но мы сейчас их просто вот так легонько прокроем видите, видите, это такая вот получается краска, которой можно работать и пастозно и жидко, вот так буквально как бы ну так же как мы работаем с натуральной темперой, ну естественно, что на выходе это получается мы не можем сделать так же плавно переход, как это помогает сделать яичные эмульсии здесь плавный переход получается за счет смешения цветов то есть смешение цветов и за счет того, что мы можем вот штришочками зайти одним цветом в другой цвет то есть уже сделать оптический смешение вот вот ну и здесь тоже самое сейчас вот я пока оно не просохло, я беру сразу вот немножко водички тут можно водичкой, можно просто вот так по сухому и на нет спести вот я так сейчас это делаю мы будем пробовать еще делать не только вот иконы, но и растения, какие-то цветы я сейчас сделала грунтовку я сняла маленькое видео, как я грунтую досочки мы там будем делать возможно на одной пейзаж, на другой какую-то растительность темперной краской темперой будем работать пока натуральной но мы также начнем возможно пейзаж поливинилоцетатной темперы так что кому интересны эти техники я приглашаю вас на свой канал мы будем со всем этим работать вот я здесь еще думаю чуть-чуть добавлю потому что мне кажется так вот вот лучше хотя это почти незаметно вот и еще хотела сказать что поливинилоцетатной темперы также можно работать и а-ля прима то есть сразу лепить форму но для этого нужно быть хорошо знакомым с рисованием с рисунком с построением с образованием формы с перспективой потому что иначе там есть свои сложности во всем этом на курсе которые я начала готовить это конечно будет еще не очень быстро я понимаю я там расскажу вот именно об особенностях краски темперной и то есть темперы поливинилоцетатной темперы натуральной особенности акрила и там у нас будет больше курс такой на канале где будут представлены курсы мы будем больше всего изучать технически практически а здесь на этом канале будет больше мастер-классов где мы будем просто вот брать какое-то изображение с ним отработать так как я вам сейчас показываю и поскольку у меня еще осталось красочка такая красивая я могу еще вот сейчас пройтись по складочкам чтобы наметить еще больше и ну просто он теперь мы можем взять еще более светлую краску и еще немножко также пройтись вот всем нашим здесь я всегда поправляю потому что возможно я где-то на каком-то этапе могла допустить ошибку поэтому не нужно смотреть на это как на такой вот процесс где вот обязательно должно быть вот только вот мы так вот прошлись значит это уже все нет мы все время моделируем потому что на любом этапе у нас могут быть допущены какие-то ошибки и мы можем их исправлять вот поэтому я всегда обращаю самое большое внимание это на изучение рисунка как основу потому что если мы понимаем как нарисовать кубик шарик это очень важно как вот использовать освещение в том или ином случае от этого очень многое зависит как в академической живописи так и в канонической иконописи и постепенно когда мы вот так работаем мы уже прорисовываю морщинки там складочки какие-то на одежды на волосах пряди рисуем и постепенно делаем все это сплавляем с то что мы делаем яичные эмульсии при помощи яичной эмульсии может быть быстрее мы здесь тоже принципе не могу сказать что это очень долго просто здесь немножко по-другому происходит сам этот технический процесс самое светлое место вот на верхнем веке у нас будет там где зрачок то есть натяжка века я буду потом еще снимать видео о том как рисовать глаз нос рот отдельно с применением мы будем рассматривать гипсы я вам покажу и расскажу как можно это все изучить даже если у вас нет дома гипсовых слепков то есть тут уже у нас начинается потихоньку вот процесс моделирования мы не забываем что самые светлые места у нас там где самые выпуклые места когда мы рисуем форму и самые светлые это самые близкие к нам места то есть вот вот эти все сопоставления нам нужно делать непрестанно то есть это как в иконе точно также происходит и в портрете вот мы сейчас сделаем вот это все потом мы еще будем тонировать слоем охры для того чтобы еще проявить может быть конечно кто-то скажет что это глупо но вы увидите разницу в результатах потому что есть иконы где вот просто берут санкирь вот подложка какая-то там санкирь темный и просто вот белилами размазана возле глаз это очень примитивно потому что икона даже знаете что это созерцательная практика еще это как мы к этому относимся это влияет на глубину образа здесь я взяла уже немножко более темную краску можно сказать это просто ухра светлая там я попала немножко на кисть берем и я вот намечу ухо и так буквально немножко то же самое мы сделаем с этой стороны так получилось сейчас мы немножко поработаем снова санкирию я в ухру светлую добавила зелень и ухру красную и сейчас вот мы снова пройдемся по контуру и здесь уже нужно как-то так нам сделать чтобы стараться эту краску превратить растяжку неудачи я давно не работала это тоже сказывается я взяла просто вот пока кисточку с водой и вот так вот размываете все ничего страшно или просто взяла меньшее количество краски на кисть здесь надо немножко подправить вот и мы пойдем дальше значит в чем смысл того что мы сейчас делаем смысл в том что контур у нас должен быть самым темным но с растяжкой постепенно почему потому что он обобщает голову и придает объем это можно рисовать то есть поскольку мы работаем густой краской без воды без заливок то мы можем это же все делать и за мольбер там стоя сидя я имею ввиду что работа может быть вертикальная мы вот это все заводим еще в тень можно мы потом еще тронем где-то там ухо волосы бороду все тысячи будут нас прорабатываться и несмотря на то что у нас здесь больше заворот вместе с тем мы здесь видим меньшее количество теней то есть количество здесь видите больше как бы мы видим больше этого заворота в день чем здесь поэтому мы здесь как бы получается скорее сходит как на нет что ли может и неправильно выразилась немножко немножко уставшая поэтому я могу сейчас что-то не то говорить вот здесь у нас видите ухо немножко как бы так кажется вывернуто больше чем здесь но это связано с обратной перспективой мы об этом также еще будем говорить и будет отдельное видео на тему обратной перспективы мы можем все посадить эти я просто вот применяем штриховочку и тоже может быть нужно просто как бы сначала иметь некоторый опыт вообще работы с краской поэтому не обязательно вот начинать с икон а можно порисовать что-то более простое потому что все таки лик это как лицом человеческое но он сложное по своей конструкции и состоит из множества различных форме сгибов линий и чтобы его сделать грамотно нужно знать знать частично хотя бы пластическую анатомию но я имею ввиду пластическую анатомию вообще нужно знать хорошо может быть там без терминологии вы можете не знать как что называется забыть позволить себе забыть но вот зритель напомнить где что находится это необходимо так я уже купила даже бумажный скучно почему-то я начала снимать видео и забыла его приклеить просто не хочу тратить время потому что скоро свет исчезнет и здесь например мы еще будем тоже разбирать как вот глаз рисовать мы делаем смотрите такую тень от самого светлого видите как бы простяже мы делаем такую вот растяжку и весь глаз получается такой тени у нас по такому принципу можно рисовать и портреты это кстати вот эти знания очень помогают и я советую их использовать и в портретной живописи мне принял ацетатная темпера по своей технике исполнение чем-то напоминает акрил вот и мы с вами еще поговорим о техниках темперной живописи естественно что не только поговорим мы будем их использовать изучать и теперь что у нас еще и и сейчас нужно усилить вот теперь эту часть головы я имеют усилить тень на этой части головы потому что она к нам ближе я работаю вот двумя кистями одна у меня просто с водичкой потому что я не могу сейчас но у меня с водичкой кисть так и сейчас вот что мы еще делаем мы делаем немножко в стиль заведем эту часть лица лика мы сейчас тень заведем вот эту часть лика немножко вот не совсем удачно получилось кстати о рисовании бороды усов это тоже нужно будет осветить это тема специфическая также потому что здесь мы должны использовать знание анатомии и знание рисования головы вот я щас видите немножко заостряю некоторые вещи чтобы вам было понятно как макомические вот у нас это все лепится я могу сейчас взять просто чтобы вот как писать или прямо до я взяла вот эту краску темную который я работала и добавляю туда немножко охры светлой и плавляю туда такими штришочками сейчас мы поработаем то есть это вот еще как один из приемов когда мы можем не ждать когда краска просыхает а вот так вот прямо в мокрую краску мы берем и вплетаем штрихи другого цвета видите вот я просто хочу пройтись еще охрочкой по потому что я делала я взяла такую большую кисть мягкую я же вам говорила что у меня такой вот навык письма с применением большого количества лессировок и то есть на выходе это получается красивый эффект потому что у нас как бы все переходы получаются более плавными мягкими ну это сложнее и дольше если вы хорошо умеете рисовать то примитивно вы всегда нарисуете грамотно а вот сложно здесь уже надо постараться и научиться поэтому возможно вы потратите больше времени но это даст также пользу я сразу затеняю эту часть больше ту часть которая на стене видите здесь я может быть буду осветлять еще конечно же я вам просто показывают принцип потому что важно понимать сам принцип работы тогда вы в любое время любую работу сделайте краска немножко размазалась не так не просох просто вот меня просят показать как писать богородицу поливинилоцитатной темперой здесь не важно кого писать важно понимать принципе если вы поймете принцип как работать и знаете основу рисования то вам не будут представлять сложности что-либо рисовать потому что иначе происходит просто срисовывание так ну я вот видите я это сделано я забыла просто заговорилась и забыла еще пройтись санкирию самой такой темной красочкой по самым темным местам подчеркнуть здесь тоже мы можем вот немножко их так штриховывать вплетать в предыдущий слой знаете то есть вот это особенность поливинилоцитатной темперы она заключается в том что она быстро сохнет ну как естественно любая темперная краска здесь у нас тоже идет заворот формы потому что здесь череп у нас так там заворачивается вот и мы вот это все пока сажаем пить и здесь у нас височная парень к такая есть мы это слегка намечаем то есть многие конечно это на иконе вообще просто игнорируют но тоже зависит от вас как насколько вы хотите углубляться в процесс я еще конечно очень не хочу поговорить на эту тему это уже как и обещала я сниму видео тима просто поговорим об этом так вот я пока немножко то приглашу больше потом мы еще там проработаем светом и тенью мне просто там не понравилось как я сделала поэтому я сейчас это больше завела в тень и и немножко позже будут исправлять и большое значение конечно в коне это ритмы но эта тема такая тоже очень обширная и интересная так у нас получилось так Сейчас немножко еще вот так надежным трудимся. Продолжение следует... Обратите внимание, видите, у меня здесь все-таки больше света, а вот здесь уже на скулках я приглушила, мы еще будем прорабатывать, но мы поговорим, конечно же, о особенностях светораспределения, но я буду уже вам показывать это в отдельном видео, потому что это такая очень объемная тема. Понимаете, нельзя вот просто так научиться рисовать икону, просто вот срисовывая. Здесь нужно все равно иметь какую-то базу рисования, рисовальных навыков. Здесь нужно иметь хотя бы какую-то рисовальную базу небольшую, базу навыков. Теперь я снова возвращаюсь к тем местам, которые я уже проработала. Работала. И здесь важно иметь некоторые даже скульптурные понятия, потому что вот когда мы рисуем все эти складочки, морщинки, на лейке, на одежде, нам нужно представлять эту форму. Поэтому это очень важно, где у нас больше плоскость выходит, где она более плоская, плоскость формы в смысле. И мне в живописи и в акварельной, и в масляной, и в любой живописи мне очень помогают именно рисовальные навыки. Вот то, с чего нужно начинать рисовать, это просто какие-то элементарные упражнения. Они очень важны, хотя многие это игнорируют. Даже люди, которые занимаются программами, я имею в виду, которые предпочитают рисовать в фотошопе, в других рисовальных программах, очень важно все-таки иметь навыки мануальные. 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 Очень важно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Просто если растяжку не получается показать за счет такого плавного перехода в самой растяжке, потому что если короткое небольшое расстояние, она немножко сбивается в такую кучку краска, тогда это можно сделать за счет большего наложения слоев с градацией высветления. То есть меньше участок, он меньше и светлее. Вот видите, постепенно форма заворачивается. Хотя здесь еще есть много недостатка, я вот еще не взяла. Сейчас мы сделаем... Я забыла еще вот санкирию. Под носиком тронуть, потому что нос тоже у нас это самые темные места. За счет этого он у нас выделяется и приближается к нам. Я, возможно, сейчас не придерживаюсь строго того образца, с которым я работаю, потому что я хочу показать вам именно принцип. Посмотрите, видите, вот как идут ритмы. Вот если у нас здесь идет вот так. Здесь у нас немножко идет скула более в таком горизонтальном направлении уже. А это вот так вот. И это перекликается с ритмами волос. И вот здесь уже есть элемент творчества, потому что я на образец сейчас вообще не смотрю, но я использую эти знания, которые... Вот у меня солнце проникло, и... Вам плохо, наверное, сейчас мы немножко сместимся. Вот видите, и здесь вот ритмы. Я немножко их даже утрирую, чтобы вам было это понятнее, и мы будем разбирать отдельно, что такое ритмы, как вот они влияют на молитвенное состояние, или даже если мы пишем какую-то картину, как это все влияет на человека. Мне эти принципы, которые вот открылись через икону, они очень помогают в портретной живописи, и они позволяют даже создать свой какой-то уникальный стиль. Поэтому я советую тем, кто изучает просто темперную живопись, вот как художник, обратить свое внимание на те закономерности, которые нам дарит икона. в ней очень много заложено таких вещей, которые просто могут стать источником вдохновения и творчества. Видите, у меня здесь происходит постоянно лепка. ultureа нужно же сохранить, но если жить, то今日は международный要因ность, Для полный, чтобы вы蒸 współ, Не без workers! Поэтому у меня здесь работают, и у нас есть. конечно в процессе такого рисования мы уже можем уйти и от тех предыдущих линий они иногда становится нам вообще просто ненужными понимаете вот но здесь вот уже заложена основа образа вот сейчас я еще пока у меня с этой краской трону по контуру одежду и мы наверное на этом остановимся сегодня а спасибо всем за внимание всего хорошего до новых встреч мы продолжим следующий раз нашу работу